МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абсолютно отвратительная политика двойных стандартов, просто выпиющая. Благо в стране ватных скреп и всепобеждающих многоходовок всегда есть что обсудить. Это тем более отрядно, потому что Крым это наш внутренний вопрос, потому что Крым наш. Куда ни глянь, везде враги. В одну сторону голову повернешь, хохлы от рук отбились. Так сильно за печеньки госдепа скачут, что уже всей страной и ноги накачали. Почему никто не несет ответственности за диверсионный акт хунта-татар на территории хунтовской Украины, в результате чего обесточили жителей 100 тысяч человек Николаевской и Херсонской области. Спасибо. В другую сторону посмотришь. Ну, вон тебе, пожалуйста, туркобандеровец Эрдоган ИГИЛ как гарем содержит. И как это с ним Путин все последние годы дружил, а? Неопровержимые доказательства. Нефтяные реки ИГИЛ текут в Турцию. И только кажется, что всех врагов раскрыли, да на упреждение сработали уже. И выдохнуть можно, как тут. Опа! Обама, как всегда, из-под тяжка. То цены на проезд в Москве повысит, то в день ВДВ десантникам паленой водки нальет. Америка порождает нам проблемы. Не только нам, России, но и всему миру. И тут еще, как назло, и либерасты местные совсем распоясались. Так, на пятую-шестую колонну рассчитайся. А яйца вам оторвать я могу и здесь, без выхода. В общем, дело у этих ребят не в проворот. Ведь именно их языками, брызжущими ядом каждый вечер империя смеющихся помидоров и наносит ответный удар. Украинская социология провела исследование и установила, что 84% граждан Украины хотят, чтобы президентом Украины был Путин. 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 Но самое главное в том, что именно через тщательно контролируемый хаос и голдеж зрителю в голову вкладывают столь нужные Кремлю посылы. Оставим эту геополитику, сосредоточимся на той части России, которую называют Украиной. Давайте о ней поговорим. А эксперты широкого профиля в компании с хорошим режиссером изо дня в день выносят вперед ногами приглашенных на коллективное избиение гостей. А вы хотите сказать... Я хочу сказать то, что я сказал, что вы не знаете историю. Я знаю историю. И каждый раз вы думаете великий тупик. Они гордо называют это ток-шоу, а американцы завистливо говорят... Я... Но все-таки оно наше. Наша... Извинения быстро на стол, на колени за этого летчика. О болталках да вы носом мозга технологии вечных побед и пропаганде под пленкой дискуссии. Прямо сейчас в «Антизомби». Народная мудрость гласит, в споре рождается истина. Вот видите, американцы затыкают рот израильтянам. Поэтому такие плохие отношения между Америкой и Израилем. Правда, со временем к этой мудрости добавился и ряд поправок. Так, практически все останкинские студии, кажется, давным-давно выступают в качестве контрацептива. Ведь зачать истину там мало кому удается. Я вам хочу сказать, всему миру-то вот тут уже, уже всем, понимаете? Да, я тоже могу показать. Понимаете, в этом вопрос. А вот если говорить об управляемом хаосе, то на российских федеральных каналах наберется сразу несколько. То ли мам, то ли пап героин. Войны мировой и ядерной не будет, не морочьте голову людям. Но неси удар жесткий по Турции, надо. Технология отработана и обкатана до мелочей. Повторяющиеся приемы скучные и однообразные. Но главное, то что схема работает. Нужные посылы, подаваемые под соусом дискуссии с дружественным визитом, залетают в голову зрителей. Поэтому Турция это самка, которая нам не дала, дала штатам. Поэтому, послушайте, поэтому Иран это самка, которая еще дает нам. Причем форма большой лавочки во дворе, где разве что не наливают, считается гораздо эффективнее привычных новостей. Больше эмоций, меньше языковых фильтров, а вместо аргументов достаточно просто кричать громче других. При помощи украинских властей. Ванька Дулин с балтикой в руке, приедя с работы, смотрит такие, с позволения сказать, ток-шоу, не менее азартно, чем матчи родного футбольного газовика. Оно и понятно. Местная Месси сплошь кривоногие мазилы, а Жириновский, вы гляньте, как он умело по девяткам языком раскладывает. Надо не только очки надеть, мозги он уже прочистит, она ничего не соображает. Больная женщина. Александр Георгиевич, говорите, это будет до вечера. А вы тогда сделайте мне микрофон громче, а у него отключите. Это будет некорректно, потому что там он будет кричать, биться и воровать ваше. Вот и получается, что отличие от газовика, проигрывающего футбол уже через раз, на посиделках у того же Петра Толстого, русские непобедимы. Вот здесь и кроется одна из главных технологий шоу. Ведь глядя, как наши, русские, побеждают врагов, зритель свято уверен. Раз буржуям западным крыть нечем, значит Россия, как обычно, права, что и требовалось доказать. Запомните, вы несете, вы, американцы, несете вину за эти смерти, за этих простых людей на Донбассе. И вы, негодяи, будете за это когда-нибудь старшим. Пропагандистам остается лишь сделать так, чтобы вот это самое сакральное крыть нечем увидели в каждой квартире от Якутска и до Карелии. А потом еще и обсудили друг с другом. Приемов для реализации задачи вагон и 150 маленьких тележек. Начинать можно с самого простого. Либерасты, укропы, американцы и прочие враги нации всегда в меньшинстве. Задача всех участников действа, начиная от ведущего и заканчивая совсем не случайной массовкой в студии, максимально дискредитировать мнение врагов нации. А, как известно, гуртом и батька Лекшебыка. Не кричи, дорогая, ты на серьезном канале, это не дождь. Зачем же вы тогда врете? Зачем же вы тогда без... Я пока еще на этой программе не успела сказать ей слово. Пойдите, посмотрите, что там творится. Подождите, пожалуйста, секунду. А потом будете говорить обо всем. Бессовестно. Это похоже на драку в подвороте. Групповое избиение, но никак не на честный спор. Заходя в студию такого шоу, гость уже заранее проиграл. Мне сейчас задали вопрос, я бы хотела на него ответить. Вы уже ответили. Нет, я не ответила. Вы уже ответили, чтобы баранец определился сам со своими дозрами. Я не хочу сейчас обсуждать... Почему вы мне затыкаете слово? Не дайте сказать. Но хотя бы потому, что перекричать тщательно подобранную хозяйскую толпу он не сможет чисто физически. Причем в хозяйской толпе все сплошь эксперты широкого профиля. Условный Коротченко лучше всяких хохлов знает, что происходит в Украине. Сегодняшняя Украина – это черная дыра. Понимаете, можно смеяться над этой клоунадой, но ведь это на самом деле распад государства. Авиация любого типа. Нефть, экономика. Я выступаю за то, чтобы мы, российские пассажиры, летали на новых, именно на новых авиалайнерах. И сегодня именно американцы реализуют тот же самый сценарий заговора против нефти, заговора против рубля и заговора против России. Как видите, вообще не вопрос. Да хоть про фигурное катание или комиксы с Микки Маусом. Ведь в таких шоу главная форма, а не содержание. Правило курятника «Где кто громче, тот и прав» здесь работает как дедушкины часики. Неудобные мысли просто заглушают во всеобщем голдеже. За всегда-то и вечерних болталок у Соловьева отлично знают, где нужно спровоцировать хал. О том, что сказал Вадим, нельзя все время продолжать. Одному тебе говорить невозможно. Как правило, все начинается с банального перебивания. Сколько предложений без перебивки вы мне дадите? Послушайте, это зависит от того, что вы будете говорить. Если вы будете говорить, что у вас не было государственного переворота, то есть белое называть черным, я думаю, у вас не получится. И буквально тут же свои пять копеек летят из каждого угла. Я несколько не занимался террором на территории Украины и в России едва нацистского переворота. Вы восстанавливали на нацистскую Украину. Праздные вещи сказали. Когда студия, наконец, затихает, мало кто помнит, а с чего там вообще все началось. А если вдруг и этого мало, на помощь всегда придет режиссер снисходительной улыбкой или смех. Одни из самых простых фишек на подобных шоу. Любые аргументы оппонентов Кремля сопровождаются скептично улыбающимися местными экспертами и массовочкой. Он что хочет за год президент, чтобы все решил одеть? Вы наивный человек, вы наивный политик. Я хочу, чтобы он обещания выполнял, хотя бы попытался их выполнять. Может быть, он попытался и пытается, и будет выполнять. Что бы ни говорил гость из Украины, Евросоюза или Соединенных Штатов, достаточно перемешать это со смеющимся залом, и создается стойкое ощущение, что все это несерьезно. Ну что, поздравить из-за прозаизма, это ну. Я почему так отрекляю? Украинцы великые нам. Я почему так отрекляю? Да народ вообще вон ржет над этим забугорным бредом. Это только говорит о дипломатических талантах, способностях Порошенко. О внешней политике. И да, это результат нашей внешней политики. С массовкой тут отдельная история. Лишь в редких случаях это случайные люди, чья задача под поднятую табличку аплодисменты – добывать огонь хлопанием в ладошке после правильных слов одного из местных экспертов. Зачем вы влезли в Украину? Мы не влезали. Американцы... Мы из нее не собираемся вылезать. Вы опять не даете мне говорить. В большинстве своем массовка – это коктейль из начинающих, но подающих надежды Жириновских и Маш Цепко. Первые, не скованные трибуной, могут нести все, что душе угодно. Воюют с нами американцы, воюют поляки. Они пришли на нашу землю. Они разрушают фашисты, разрушают наши дома. Вторые, то перископ бандеровской подлодки в Кальмиусе увидят, то и визитку Ярыша в холодильнике найдут. Почему вы не поедете туда и посмотрите своими глазами? Но главное-то в том, что по телевизору массовка – это ж как бы почти народ. А вон же, гляньте же, как народ почти единогласно против. А я что, ворон белый? Тоже, как и все, думаю, подводит себя к нужной мысли зритель. И в эту самую минуту где-то в Кремле кричат «Браво!». На сегодня спектакль окончен. Цель достигнута. Можно закрывать занавес, но не позднее, чем до завтра. Слышали, братцы? А завтра к Соловьеву дурак придет. Будет за самолет на коленях извиняться. Хлеба нет, но на зрелищах Кремль не экономит. Шоу должно продолжаться. Это сплошная бандитская зона!